30 сентября самолеты российских военно-космических сил начали воздушные операции с нанесением ударов по террористам ИГИЛ. Совершено уже более 60 вылетов, воодушевляет точность поражения целей и сообщения о бегстве боевиков ИГИЛ. В СМИ уже пишут, что Россия за одну неделю раздавила однополярность в мире, уронила военный статус США, стала центром силы в регионе. А ведь прошла всего неделя. Насколько можно судить об успехах за такой период, что показали военные России? И сколько времени потребуется для завершения операции, рассказал постоянный военный эксперт накануне РУ Владислав Шурыгин. Кадры высокоточных бомбардировок штабов и инфраструктуры ИГИЛ облетели весь мир. В это же время американские военные бомбят госпиталь в Афганистане. Удивляет разительное отличие в точности нанесения ударов. Эксперт уверен, ничего странного в этом нет. Американцы полагаются только на техническую разведку и видят в любом человеке с оружием террориста. Российские военные всегда проводят доразведку, используя также и надежную информацию от сирийских разведчиков. Здесь меня не удивляет ни то, что американцы засадили по госпиталю, ни то, что мы можем это делать. Это война. Меня скорее в этом случае не удивляет, а лишний раз подчеркивает то, насколько в информационном плане удар по госпиталю тут же был замят. Потому что случись такое с нами, сейчас бы уже стоял вопль на весь мир, и в неделю бы только это и показывали по всем каналам. Но американцам можно, поскольку они, собственно говоря, управляют этими договорами без границ и всем остальным. Вся операция в Сирии продлится от трех месяцев до года, уверен Владислав Шурыгин. И однозначно сказать, чем все закончится, невозможно. Но сейчас можно твердо сказать, Россия больше не собирается сидеть в своем медвежьем углу. Для мирового сообщества работы с операцией в Сирии свидетельствует о том, что Россия больше не собирается сидеть в своем медвежьем угле, и что Россия пытается вернуться в те регионы, где когда-то была одним из основных модераторов. Но насколько это у него получится, это может показать только время. Сейчас еще просто рано говорить. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».